Братья и сестры, я вас всех приветствую. Знаете, вот для большинства людей, которые читают Священное Писание, изучают книгу Библию, вот, к примеру, очень понятным остается описание Иисуса Христа именно как Сына Божьего. Вот Христос, Сын Божий, как-то это понятно, близко не только потому, что Иисус – это человек, но и потому, что вот именно обозначение Сын, Сын Божий, указывает на знакомые для нас родственные отношения, отношения Сына и Отца. Кроме того, во Христе мы с вами, или через Христа мы с вами учимся называть и Бога Отцом, что передает нам очень богатый набор образов особенной личности, личность, которая обеспечивает, охраняет и любит своих детей. Но вот положение человека, который изучает Священное Писание, немножко меняется, когда мы начинаем говорить о Духе Святом. Дело в том, что даже вот обозначение «Дух» уже передает для читающего отдаленный и более холодный образ. То есть по сравнению с Отцом и Сыном Дух Святой представляется далеким и иногда даже безличным. А иногда Духа Святого так и называют – забытая личность Троицы. Ну, забытая не в том смысле, что он буквально забыт христианами, а в том смысле, что о Духе Святом христиане меньше знают. Мы знаем, кто есть Отец, мы знаем, кто есть Сын, но не всегда легко понимать слова Священного Писания о Духе Святом. Ну, к примеру, такие тексты, где говорится об общении Духа, тексты, где говорится о молитве в Духе, или тексты, где говорится о том, что нужно поступать по Духу. В нашем совместном изучении мы подошли вот к этой теме, к теме о Духе Святом. И сегодня мы начнем с вопроса, с такого обзорного вопроса о Личности Духа Святого. А именно мы посмотрим, что Священное Писание или книги и Библии в общем говорят о Личности Духа Святого. Ну, в первую очередь я попытаюсь объяснить, что значит вообще выражение «Дух Святой». То есть, почему «Дух Святой»? Почему вот такая вот именно фраза, которая определяет третью Личность Троицы? Итак, слово «Дух» в русском языке, у нас также есть слово «Дух», которым пользовались авторы книг Ветхого Завета, это еврейский язык. И есть слово «Дух», которым пользовались авторы Нового Завета, книг Нового Завета, это уже греческий язык. Не всегда так бывает, такое бывает очень редко, но слова похожи. А вы знаете, чем они похожи? Что вот три произношения, да, русский язык, мы, к примеру, берем русский, может, английский, русский язык, греческий язык и еврейский язык. То есть, если вот говорить слово «Дух» на каждом из этих языков, есть что-то общее. То есть, каждое из слов является звукоподражанием. Что такое звукоподражание? То есть, есть такие слова, значения которых и звук, которых передает значение. Ну, к примеру, «тик-так», так мы говорим о часах, или «цокать», это может быть женщина на каблуках, либо это может быть, ну, простите, лошадь цокает копытами. Вот точно так, вы знаете, вот именно звукоподражание. Слово «Дух». Чтобы произнести слово «Дух», человеку нужно сделать выдох, не так ли? В русском языке мы делаем выдох. Когда произносят слово на еврейском языке или на греческом языке, человек делает выдох. То есть, действие, при котором происходит передача силы. Дух. Действие, при котором происходит передача силы. Итак, строение слова «Дух», как и сам звук слова «Дух», передают следующее значение – дыхание, ветер, или передается идея воздуха в движении. Воздух в движении – вот значение слова «Дух». Это есть буквальное значение слова «Дух», которое используется в Священном Писании, в книгах Библии. Ветер, дыхание, или сила в движении, выражение большой эффективности. Ну, вот еще иногда говорят человеки, мы спрашиваем, в каком он был духе. Если человек болеет, мы можем сказать «в очень мрачном духе». А если человек выздоравливает, мы говорим, что он в бодром духе. То есть, именно так мы с вами пытаемся объяснить силу, которая движет человеком. Не так ли? Мрачный дух движет человеком, или это бодрый дух, который движет человеком? То есть, мы пытаемся объяснить состояние, которым характеризуется человек, или то, как человек выражает себя в личном контакте с нами. Вот почему я привожу эти примеры. То есть, похоже, мы с вами можем говорить и о Боге. Именно через Дух Святой Бог выражает себя, выражает свою силу и выражает свои качества именно в личном контакте с человеком. Таким образом, понятие «дух» в своей основной форме выражает силу, выражает энергию или жизнь. Мы могли бы сказать, что Дух – это Дух жизни. Но еще один вопрос о Духе Святом. Как много Библия говорит об этой личности? Как много Библия говорит о Духе Святом? Интересно, что о Духе Святом мы читаем с самых первых страниц Библии. Самые первые стихи Библии говорят нам о Духе Святом. И в самых последних стихах Библии мы тоже читаем о Духе Святом. То есть, получается, что книга Библии – это не только книга о Боге Отце, о Боге Сыне, но и о Боге Духе Святом. Таким образом, познание Бога и Священного Писания обязательно включает в себя изучение личности и деятельности Духа Святого. То есть, в нашем с вами понимании Бога должен быть правильный баланс. Если Бог открыл себя, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, очень важно иметь равномерное представление и понимание Бога. То есть, очень важно не прыгать от одной личности к другой, а работать над тем, чтобы в нас, в верующих людях, складывалось представление именно о триедином Боге. Знать Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Следующее нас с вами очень интересует в понимании третьей личности Троицы – это определение Святой, то есть Дух. И вот именно Святой – так Священное Писание говорит о нем. То есть, не просто Дух, не просто Дух Божий, а именно Дух Святой. Вот понятие Святое в Священном Писании имеет следующее значение. То есть, понятие Святое передает идею того, что должно быть отрезано, то, что должно быть отделено. В смысле отрезать, отделить и даже поместить на расстоянии. В каком смысле? А в том смысле, что вот это то, что мы с вами отрезали, отделили, теперь принадлежит Богу. Ну, вещи ли, люди ли, святые – это люди или вещи, которые принадлежат Богу, они отделены, они помещены на расстоянии. Используя именно такой язык, книги Писания подчеркивают инаковость Духа Святого, подчеркивают отличие Духа Святого от всего остального. Есть очень хорошая иллюстрация, вот понятие святости в Священном Писании. Это видение пророка Исаия, 6 глава. Вот как начинается его видение, 6 глава, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа». Вот посмотрите, как интересно Исаия видел Господа, то есть как он пытается человеческим языком, вот для тех, кто будет читать его книгу, его пророчество, передать то, что он видел. Как он видел Бога? «Я видел Бога, сидящего на престоле, высоком, превознесенном. Я видел Бога». Он говорит, и края рис его наполняли весь храм. То есть он пытается объяснить свое видение. И с одной стороны пророк использует вот такие очень простые образы пространства. Он говорит, престол высокий и превознесенный. Но мы сразу спрашиваем, в действительности ли престол Бога находится на расстоянии, которое возможно было бы Исаии измерить метрами, ярдами или километрами? Скорее всего, нет. Скорее всего, Исаия пытается передать совсем другое. То есть именно так пророк передает нравственное расстояние. Нравственное расстояние, нравственную дистанцию между Богом и человеком. То есть не метры или километры отделяют Бога от человека, а сущность Бога, она совсем другая. И поэтому Бог выше человека. Далее Исаия говорит об одежде Бога, которая наполняла весь храм. То есть он понимает присутствие Бога, наполняет весь храм, в то время, как сам Исаия не может найти себе места в этом храме. Мы познаем, что значит святость Бога. Божья святость – это его чистота. Это чистота его вечного и бесконечного существа. И обозначение святой выделяет в Духе Божьем чистоту и бесконечность Бога. Ну, это совсем немного о значении выражения святой дух. Дух как выражение силы Бога в личном контакте с человеком, а святой – это уже отражение чистоты Бога. Следующее. Когда мы с вами читаем Священное Писание, это уже очень интересный вопрос. А чем же занимается Дух Божий? Чем занимается Дух Святой на страницах Священного Писания? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я понимаю, это может быть очень простой вопрос, показаться очень простым вопросом. Мы, может быть, можем быстро ответить на то, что делает Дух Святой. Но все-таки давайте посмотрим с вами на Священное Писание, на Библию. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, а чем занимается Дух Святой и Дух Божий, хотел бы обратить ваше внимание на самые первые стихи Библии. Первые два стиха книги «Бытье». Давайте прочитаем. «Вначале сотворил Бог небо и земли. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий». Вот самое первое упоминание о Духе Святом в книгах Священного Писания. И что Он делал? Он носился над водой. Хорошо, вот теперь проверка. Дух Божий носился над водой. Попробуйте мысленно пролистать все слова, которыми вы, мы с вами определяем деятельность Духа Святого. Как часто мы с вами пользуемся словом «носиться»? Практически никогда, не так ли? Если говорить о служении Духа Святого, вряд ли мы буквально будем использовать снова слово «носился». Особенно слово, вот значение в русском языке. Однако для понимания служения Духа Святого – это очень важное слово. Конечно, «носился» не нужно понимать буквально, как оно вот звучит в нашем с вами русском языке. Библейский текст говорит в смысле птицы, которая парит над землею. Птица, которая парит над изначальной глубиной, или птица, которая зависла в полете. Безвидная, безвидная, пустая земля означает неупорядоченное или незавершенное творение Божье. Интересно, что Библия говорит нам о том, как Бог сотворил этот мир. И Священное Писание подчеркивает, что Бог не сотворил все внезапно. То есть, все, что нас с вами окружает, не появилось внезапно. А начальное творение, оно еще не было упорядочено и заполнено. И только в конце творения появилась форма, вид и полнота. И так, безвидно и пуста означает неупорядоченное или незавершенное создание. Так вот, именно через служение Духа Святого бесформенность уступает место форме, а пустота уступает место полноте. Итак, что значит Дух Божий носился над водою? Всемогущий Дух Божий создает землю, пригодной для жизни человека. Получается, что с самого начала Священное Писание учит нас двум действиям, которые характеризуют служение Духа Святого. Бесформенному Он придает форму, а пустое Он наполняет. Ну, если в вашей жизни был вот этот вот водораздел от жизни ветхой к жизни новой, если вы когда-то были неверующим человеком, вы это очень хорошо можете заметить. Можно подумать о жизни человека как Дух Святой. Что Дух Святой вносит в жизнь человека? Он вносит порядок, он вносит цель, он вносит форму. И величественным образом полноту жизни. Однако Дух Святой не только вносит форму или полноту, но Он также создает место, где произойдет встреча Бога и человека. То есть Дух Святой приготовляет место встречи Бога и Адама. А теперь земля, а именно Эдемский сад, становится местом, где в прохладе дня Адам и Бог, они будут встречаться вместе. Что также становится основной частью Его служения. То есть без служения Духа Святого общение человека с Богом невозможно. Но опять, читая Священное Писание, мы замечаем, что деятельность Духа Святого не ограничивается только природой. Писание говорит нам о том, что Дух Святой сходит и на человека. И вот эти вот результаты того, когда Дух Святой сходит на человека, они соответствуют его природе. Итак, что же происходит, когда Дух Божий сходит на человека? Вот у нас есть несколько примеров. Мы посмотрим на книги Ветхого Завета. В книгах Ветхого Завета есть несколько примеров. Когда Дух Святой сходит на человека, иногда у человека появляется необычная сила. Когда Дух Святой сходит на человека, у человека появляется необычная сила. Но очень яркий пример, всем знакомый пример, это Самсон. Помните, да, когда он шел со своими родителями, вышел лев, написано, что сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка. То есть Дух Святой сходил на пророков, также говорит нам Священное Писание. И в каком смысле? И в том смысле, что иногда даже он перемещал их в другие места. Иезекииль несколько раз отмечает и говорит о том, что поднял меня Дух и повел меня вот в какое-то место. Если вы помните, Авдия – это начальник дворца Ахава, когда он встретился с Ильей, которого царь искал. Илья сказал ему, иди, скажи царю, что вот я здесь. А он боялся уйти от него. Боялся, потому что знал. Он говорит, я уйду, а Дух Господень унесет тебя, куда не знаю. То есть действительно, библейские случаи говорят нам о том, что когда Дух Святой сходил на человека, он мог переносить его в какие-то другие места. Итак, несколько примеров людей, в которых присутствует Дух Божий. Они обладают сверхъестественной силой и даже действуют очень необычным образом. А в этих случаях присутствие Духа Бога выражает непреодолимую силу, всемогущество Бога в сотворенном мире. Вот Самсон, он растерзает льва. Дух Божий унесет Иезекииля или Илью. Однако, Священное Писание вот этим подчеркивает, что Дух не может быть приручен человеком. Скорее, наоборот, благодаря своему Духу Бог может укротить все и может покорить себе все. Ну, вот пока мы с вами рассуждаем, как мы с вами идем, важно отметить, что из вышеупомянутых библейских примеров очень ясно, когда ты читаешь эти примеры, ясно, понятно, что вот понятие Дух означает больше, чем просто энергию или силу Бога. То есть, больше, чем просто сила или энергия Бога. Истории Ветхого Завета, где говорится о Духе Бога, показывают нам Бога во взаимном воздействии с человеком. Взаимодействие именно личным образом. То есть, взаимодействие на личном уровне. Далее. Некоторые из людей через Духа получают дорвание, которое выходит за рамки природных способностей человека. И вот у нас есть два таких очень опять ярких примера, которые выделялись дарами управления государственными делами. Если вы помните, первый пример это Иосиф в Египте или Даниил в Вавилоне. То есть, люди с непревзойденными способностями. Вот когда опять мы читаем библейские истории, оказывается, что и эти люди были людьми другого измерения. Почему? Потому что на них был Дух Божий. Фарон говорил об Иосифе, что в нем есть Дух Божий. Точно так Навугадоносор говорил о Данииле, что в нем высокий Дух, Дух Святого Бога. Для чего? Или почему Библия рассказывает нам об Иосифе, к примеру, и Данииле? То есть, почему Библия показывает деятельность Духа Святого именно вот в этой форме, вот этим вот образом? Иосиф и Даниил, они оба демонстрировали характеристики, которые в полной мере будут выражены в деятельности Мессии. В книге пророка Иосифа есть немножко загадочный текст, это 11 глава, вот я прочитаю первые три стиха. Вот что Священное Писание говорит нам о действии Духа Божьего в Мессии. «Произойдет отрасль от корня Иесеева, и ветвь произрастет от корня его, и почьет на нем Дух Господень, Дух Премудрости и Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия, и страхом Господнем исполнится. Он будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Между прочим, точно так и Моисей. Он был наделен Божественным Духом. Для чего? Для того, чтобы управлять народом. А в последующее время к Моисею присоединились 70 других человек, о которых сказано, что Господь взял от Духа Моисея и дал на вот этих вот людей, которые вместе с ним управляли народом. Итак, в первые моменты творения Дух Божий создает порядок из бесформенного и пустого первозданного материала. А в первые моменты существования Израиля, существования Израиля как нации, как народы, как государства, когда они находились в опасности социального хаоса, Дух Божий трудился похожим образом. Создавался порядок через Моисея и 70 старейшин. Создавалась сеть управления. Говоря о деятельности Духа Божия, нужно и полезно вспомнить строительство Скини. И здесь именно Дух Божий уже давал другие дары, немножко другие дары, а именно дары разумения. И вот как текст библейский говорит дары искусства, очень интересный библейский текст, который говорит о двух людях, Веселил и Оголиаф, о котором Бог дал мудрость, разумение. Для чего? Работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. Интересно, что Бог вот таким вот образом заботился о том, чтобы здание Скини было красивым. Для чего? Для чего Богу нужна красота в Скини? Для чего Богу нужна была красота в храме? Мы замечаем похожий порядок действий. Красота и симметрия работы вот этих вот людей не только доставляли эстетическое удовольствие человеку, который посещал эти места, но создавали здание, в котором именно так выражалась слава Создателя. Посреди израильского народа находилось земное отражение места, где живет Бог. Когда люди приходили в Скини или когда люди приходили в храм, у них складывалось представление о том, какому Богу они поклоняются. Они замечали, что в месте, где живет Бог, есть порядок, и там есть особая красота. То есть само здание Скини или храма говорило, вот, Израиль, какой у тебя Бог. Но опять красота и симметрия работы указывали не только на это. Они еще указывали на то, что Бог будет и сможет произвести в искупленном человеке. Вот сегодня верующие Нового Завета мы с вами понимаем и видим, что Дух Святой по-настоящему может украсить человека. Именно Дух Святой, только Дух Святой может сделать человека красивым внутри. Помните, как написано об Эдемском саде? Произрастил Господь, Бог из земли, всякое дерево. И написано, приятное на вид и хорошее для пищи. То есть в Эдемском саду была красота. Когда люди приходили в Скини, там была красота. И когда люди построили храм, там тоже была красота. Для чего все это написано, братья и сестры, дорогие друзья? Мы сегодня с вами, верующие Нового Завета, смотря назад, понимаем. Это то, что Дух Святой делает в нашем сердце. Если вот внутри вас что-то стучит, что-то рвется, что-то ломается, если внутри вас выходят какие-то шлаки, из вас выходят какие-то шлаки, помните, Дух Святой трудится в вас. Дух Святой работает в нас с вами. Для чего Он хочет сделать нас с вами красивыми? Вы же, мы с вами отметили деятельность Духа Святого при сотворении Вселенной. Интересно, что вот это непонятное слово, на которое мы с вами обратили внимание, что Он носился, вот именно вот это вот описание Духа, который носился над бездной, оно имеет еще одно последующее упоминание. Это Моисей. Вот есть книга Второзакония. Между прочим, книга Второзакония – это очень-очень длинная проповедь Моисея. И вот в этой проповеди израильскому народу, народу, который готовился перейти реку Иордан, чтобы обладеть землей, обетованной землей, он делает обзор, он говорит об истории израильского народа. Вот 32 глава с 10 до 12 стиха. Вот что Моисей говорит о Боге и об израильском народе. Бог нашел этот народ в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. И вот смотрите, что говорит Моисей, как орел вызывает гнездо свое, носится над пенцами своим. То есть Моисей использовал тот же самый язык, тот же самый образ Духа Святого, который носился над водою. Только теперь Моисей говорит о том, как Дух Святой участвует в искуплении человека. То есть для чего все это написано, для чего все это оставано для нас с вами? В книгах Ветхого Завета. Уже в книгах Ветхого Завета проводится преднамеренная связь между Духом Бога, который участвует в творении, и действием Духа Бога в искуплении человека. То есть Дух Святой не только участвует в сотворении Вселенной, но Дух Божий участвует в искуплении человека. Каким образом Он участвует в искуплении? Опять Он участвует таким образом, чтобы упорядочить или завершить то, что когда-то было задумано Богом или запланировано Богом. Ну, между прочим, уже в книгах Ветхого Завета Дух Божий, он уже является Святым Духом. То есть Святой Дух, что это значит? Это значит, что Его служение связано и с состоянием человека, а именно с нравственным состоянием человека. То есть служение Духа связано с нравственным состоянием человека. Опять обратим внимание на два таких случая. Один очень известный для нас, другой не очень. Ну вот это очень знаменитая молитва покаяния Давида, 50-й Псалом. Я думаю, очень знаменитые слова, которые, я думаю, мы с вами часто-часто повторяем, когда вот у нас в сердце есть печаль, о грехах наших. Мы тоже просим Бога, не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Это очень интересная глубокая молитва. То есть Давид понимал, что его падение стало нарушением отношений с Богом. Но вот еще один пример тоже, на который хотел бы обратить ваше внимание, это уже пророк Исаия. Точно так, как Моисей, он тоже не один раз делал какой-то обзор, а именно он даже комментировал вот события истории израильского народа. И вот Моисей даже, простите, Исаия, комментировал вот именно исход народа из Египта. Давайте прочитаем его комментарий в этой событии истории израильского народа. Книга пророка Исаия, 63 глава, с 13 до 14 стиха. Впрочем, он говорит о Духе Господне, который ввел их опять народ через бездны, как коня по степи. То есть он пытается объяснить и рассказать, как Бог ввел народ в Израильске в пустыне. Ввел их через бездны. Как он их ввел? Как коня по степи. И они не спотыкались. Как стадо сходит в долину. Дух Господень ввел их в покою. Ты ввел, так ввел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. То есть Исаия комментирует события истории израильского народа, исход из Египта. И говорит о том, что Дух Божий, Дух Святой руководил народом в пути. А теперь посмотрите следующий отрывок. 5-й же главы, 9-й и 10-й стих. Как совсем по-новозаветнему пишет пророк Исаия. Во всякой скорби их он не оставлял их. И ангел Лицаеву спасал их. Полюби своей и благоусердию своему он искупил их. Взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились. И что они сделали? Огорчили Святого Духа. То есть почему я говорю по-новозаветнему, урожается пророк Исаия. Я думаю, очень знакомы опять для нас с вами знакомые слова апостола Павла. Не оскорбляйте Духа, Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Когда один оскорбляет другого, это обязательно подразумевает печаль огорченного. То есть о чем говорит Исаия, о чем говорит Павел? Бог спасает, а люди после этого на него восстают. Огорчается именно Дух Святой. Таким образом, служение Духа Святого и в Ветхом Завете не может быть ограничено созданием, к примеру, политической стабильности израильского народа. А служение Духа Святого уже в книгах Ветхого Завета включает и заботу о нравственном состоянии человека. Что очень глубоко подчеркивается молитвой Давида в 50-м псалме. Вот эти вот слова, которые я напомнил. Духа Твоего Святого не отними от меня. Этот страх Давида, он заключался не только в том, что прелюбодеянина лишала его права занимать самый высокий пост. Это была просьба не быть изгнанным от присутствия Бога. То есть Давид прекрасно понимал, что только имея Дух Святой, сердце Давида может быть чистым. И более того, сердце Давида может быть радостным только когда в нем есть Дух Святой. Для Давида вот присутствие Духа, спасение и радость, они как-то взаимосвязаны. Итак, деятельность Духа Святого в эпоху Ветхого Завета включала обновление нравственного и духовного состояния человека. Опять мы с вами, ну вот, читая Новый Завет, мы находим какую-то параллель, мы находим какую-то связь. А помните, как в послании Галатам опять известны для нас с вами стихи. Павел говорит о качествах возрожденного человека. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть вот эти вот слова апостола Павла о том, что Дух Святой что-то делает в человеке, с качествами человека, они подтверждаются верующими Ветхого Завета. То есть это же самое мы с вами находим в Давиде. Более того, несколько героев книг Ветхого Завета становятся для нас примерами в разных отношениях. Аврам, оправдание веры, жизнь по вере. А вот Давид – это пример того, что значит жить и поступать по духу. Итак, читая книги Ветхого Завета, мы не только находим отображение какого-то нашего с вами опыта, сомнений, страха, может быть, отчаяния. Но мы учимся поклоняться Богу в Духе Святом. Именно читая книги Ветхого Завета, библейские истории, мы с вами учимся поклоняться Богу в Духе Святом. Как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете служение Духа Святого связано со спасением человека. Рассуждая об этом, о верующих Ветхого Завета и о верующих Нового Завета, конечно, возникает вопрос. Были ли возрождены верующие Ветхого Завета? Несомненно, возрождение человека, о котором мы с вами говорим, о котором говорит нам Священное Писание, оно означает новую деятельность Бога. То есть возрождение, о котором говорит Священное Писание – это результат смерти, воскресения, вознесения Иисуса Христа. Рождение свыше, о котором говорит Библия – это результат сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы. Однако, из встречи Христа и Никодима, вот из этого разговора Господа с этим Учителем Израильским, мы замечаем, что Никодим как учитель, что Никодим как человек, который изучал Священное Писание, он должен был понимать необходимость обновления человека. Читая книги Ветхого Завета, это невозможно не заметить. То есть Ветхий Завет подчеркивает, что человек должен быть обновлен. То есть Никодим должен был, читая книги пророков, он должен был заметить обетование Нового Завета. И как Господь ему сказал, он не должен был удивляться словам Христа. Братья и сестры, дорогие друзья, новая жизнь от Бога была реальностью в Ветхом Завете. Новая жизнь от Бога, она была реальностью в Ветхом Завете. Даже если эта жизнь лишь предвещала участие человека в воскресении Иисуса Христа. Именно в книгах Ветхого Завета мы с вами уже читаем о том, что Бог обрезывал не только крайнюю плоть человека, Бог обрезывал и сердце человека. Итак, история искупления. История искупления человека, она проходит через все книги Писания. Эта история, она подразумевает непрерывность служения Духа Святого. Ветхий Завет, Новый Завет. Однако эта история имеет определенные контуры. Эта история имеет развитие от Ветхого к Новому Завету. Эта история подразумевает пришествие Духа Святого в День Пятидесятницы. То есть все это имеет очень важное значение. Далее, читая Священное Писание, читая Библию, очень важно отметить еще один аспект служения Духа Святого в Ветхом Завете. Вот один стих апостол Петр, другой стих апостол Павел. Опять знакомые для нас стихи. А Петр, ибо никогда прочество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Либо апостол Павел, все Писание богодухновенное. То есть оба апостола, смотря на книги Ветхого Завета, понимают, видят и знают, и передают нам, что было источником этих слов. То есть как писали пророки, почему писали пророки. Вот Петр говорит, что ими двигал Дух Святой. А Павел очень ясно, понятно и неотступно говорит, что все слова Священного Писания, они были вдохновлены Богом, богодухновенно, все Писание. То есть получается, что все записи книг Ветхого Завета, записи о могущественных делах Бога, являются плодом постоянной деятельности Духа воскопленных человеком. Между прочим, сами пророки это понимали. Они очень хорошо понимали. Вы помните, к примеру, пророк Иеремия говорит, что простер Господь руку свою и коснулся уст моих. То есть пророки понимали, что слово пришло от Господа. Они так и говорили, так говорит Господь. То есть пророки это очень хорошо понимали. Поэтому все библейские истории – это служение Духа Святого. Слова, они исходят от Бога и даются через людей, которые движимы Духом Святым. То есть именно поэтому апостол Павел утверждает и говорит, что все Писание богодухновенно. Павел говорит, что все Писание полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления праведности. Вот из этих нескольких примеров того, как Дух Святой обладает человеком, сходит над человеком, еще очень важно сделать такой вывод. Все эти примеры, примеры присутствия Духа Божьего в человеке указывают нам на следующее. Они обязательно указывают на то, что когда Дух Святой сходит над человека, всегда, ну и подчеркиваю, всегда устанавливается личная связь между человеком и Богом. То есть когда Дух Святой сходит над человека, всегда устанавливается личная связь между Богом и человеком. Почему мы это отмечаем? Потому что теперь Дух Святой может быть опечален поведением человека. То есть почему Дух Святой печалится поведением человека? Потому что всякий раз, когда он сходит над человека, устанавливается личная связь. Итак, Священное Писание учит нас думать о Духе не как о силе Бога, а как об одной из Личностей Бога. И сегодня мы с вами утверждаем, повторяем существование единого систематического учения всей Библии от Ветхого Завета к Новому Завету. Однако, тоже хотел бы отметить, важно понимать, что Дух Святой нам открывается полностью только через Иисуса Христа. Полностью Дух Святой для человека открывается только через Иисуса Христа. Служение Духа в Ветхом Завете частично. Это тоже очень важный вывод, который нужно сделать. Служение Духа Святого в Ветхом Завете частично. С одной стороны, служение Духа Святого достигает своей полноты в Мессии. Только в пришествии Христа. Вот этот отрывок, который мы с вами отметили. Книга пророка Исаии, 11 глава, где Господь говорит, что подчьет на нем Дух Господень. То есть Дух Святой достигает полноты своей только в Мессии. Но когда мы с вами говорим о верующем человеке, служение Духа Святого в человеке достигает своей полноты только в Ветхом Завете. Потому что, простите, только в Новом Завете. Потому что Ветхий Завет только предсказывал об этом. Но опять знакомый для нас с вами текст. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 25-27 стих. «Окроплю вас водой чистой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, от всех идолов ваших очищу вас. Дам вам сердце новое, Дух новый дам вам. Возьму из плоти ваше сердце каменное, дам вам сердце плотяное». И вот этот знаменитый текст. «Вложу внутрь вас Дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Только через учение Нового Завета. Загадочное свидетельство Ветхого Завета обретает истинный свет. Деятельность Духа Святого – это не просто расширение присутствия Бога. А Ветхий Завет можно сравнить с комнатой, которая очень богато обставлена. Когда мы смотрим на Ветхий Завет, эта комната очень слабо освещена. И вот если даже Новый Завет привносит свет в эту комнату, то присутствие света, оно ничего не добавляет. Оно делает более ясным и более понятным. То есть вот так мы можем с вами просматривать связь между книгами Ветхого Завета и Нового Завета. То есть Новый Завет не привносит ничего нового, он дает нам больше освещения, дает нам более ясное понимание. Тайна Троицы, она не раскрывается в Ветхом Завете, но именно тайна Триединого Бога лежит в основе всех ветхозаветных книг. И кое-где она даже почти проявляется. Таким образом, но еще раз повторю, учение Ветхого Завета не исправляется учением Нового Завета. Оно совершенствуется, расширяется. И поэтому, без сомнения, с точки зрения Библии, служение Духа Святого, оно непрерывно. Самое последнее, на что обращу ваше внимание, мы с вами будем молиться. Вы знаете, не только благодаря Христу мы с вами познаем Дух Святой, но вот очень ясно, очень важно понимать, что на самом деле только во Христе человек может познать Дух Бога. Не через Христа, а именно во Христе человек может познать Дух Бога. Особенность служения Духа Святого заключается в том, что Он не раскрывает себя каким-то другим образом. Дух Святой не раскрывает себя каким-то другим образом, каким-либо иным образом. То есть вне Христа невозможно знать Дух Бога. И это нам подчеркивают уже книги Нового Завета. Братья и сестры, ну, закончу вот это вот наше с вами рассуждение очень интересным библейским текстом. Ну, мы его повторяем, знаем. Это второе послание Коринфянам, самый последний стих этого послания. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами». Вот так молился апостол Павел, заканчивая посланием, ну, церкви, с которой ему приходилось много работать, трудной церкви. Он очень хотел, чтобы среди верующих присутствовало общение Духа Святого. Мы с вами именно об этом помолимся, поблагодарим Бога за служение Духа Святого. Аминь.